В газете South Media Morning Post работает высококвалифицированная команда инфографиков. Они выигрывают различные международные премии и создают потрясающие визуальные, насыщенные графикой, инфографикой истории. И вот они опубликовали в конце февраля, они опубликовали процесс, как они работают над своими материалами. Вообще само издание South Media Morning Post основано в 1903 году, и поэтому, когда ребята рассказывают о том, как развивалась культура инфографики, они обращают внимание и на то, что до интернета, до всех этих цифровых мультимедийных штук у них в издании инфографика и графика присутствовала достаточно активно. Вообще это само издание, оно англоязычное, оно остается самым крупным изданием еще со времен, как Гонконг был, британской колонией. И очень развиты и видеопродакшн, и, собственно, издания печатной газеты, и очень много мультимедийных электронных интернет-проектов они делают. Ну и вот когда они рассказывают и объясняют о том, как работают над своими проектами, они всячески подчеркивают, что речь идет не только о электронной, не только о цифровой графике, но и в целом, что они работают со всеми платформами. Значит, здесь у нас, здесь у нас что? Это сотни инфографий, которые были опубликованы в газете с 2011 года, и вот они, собственно, превратили эти все свои созданные графики, превратили, собственно, графики в инфографику. Какое пространство было заполнено графическими материалами, если их сложить все вместе. То есть вот у нас получилось 346 полных газетных полос, и если их положить рядом, у нас получается 11,1 метра по длине и 5,58 метра по ширине. Собственно, если уложить всю созданную командой инфографику, вот получится такое огромное пространство. Значит, как устроен процесс? Чему посвящен этот визуальный лунгрид? Значит, пять этапов, которые они выделяют. Это, собственно, поиск идей, креативный процесс, брейнсторм и поиск разных ракурсов, как раскрыть ту или иную тему, о которой будем говорить. Следующий этап – это исследование. И здесь очень ярко то, чего многие редакции ленятся делать – это, собственно, полевые исследования. Пойти ножками посмотреть, поразговаривать, понаблюдать, пофотографировать фрагменты. То есть, всё то, что потом станет какими-то элементами визуальной истории. Ну вот в данном случае, когда они делали большой, международно призванный большой спецпроект мультимедийный, эксплейнер, посвященный проблеме недостатка жилья в Гонконге. То есть, люди живут не то, чтобы в коммунальных квартирах, они живут прямо как в комнатках, обувных коробках. Для того, чтобы этот эксплейнер сделать, графики отправились в эти квартиры, разговаривать с этими людьми, смотреть, как это всё выглядит, делать фотографии. Но не фотографии, которые потом становятся частью материала, а которые становятся основой для иллюстраций, основой для графических решений. Интервью с экспертами в обязательном порядке, потому что ты как журналист, ты как инфографик не можешь быть специалистом во всех вопросах, которые ты освещаешь, которые ты визуализируешь. Поэтому всегда должна быть рядом помощь эксперта, который помогает разобраться. Изучение исторических документов, если так или иначе материал связан с историей. То есть, вот эта вот вся исследовательская работа показывает, что для того, чтобы делать большие, хорошие, качественные материалы, которые будут затем получать премии, ну, что не является целью, конечно, но приятным бонусом к своей работе, то есть дело не в том, чтобы просто взять какие-то уже оцифрованные вещи и их перемонтировать, и их как-то по-другому задизайнировать. Речь в том, что команда инфографиков работает полноценно, как исследовательская команда. Вытаскиваем источники, вытаскиваем исторические документы, делаем интервью с очевидцами, с людьми, вовлеченными в тему, делаем интервью с экспертами, разбираем их, упорядочиваем данные, которые получаем. Обязательно вот есть часть работы с государственными документами, и при этом мы понимаем, что далеко не всегда эти государственные документы сделаны так, чтобы в них было легко разобраться. Это тоже часть работы мультимедийной команды, которую ребята делают. Дальше следующий этап. После того, как вы собрали данные, после того, как вы упорядочили, выстроили некий скелет логику истории, идёт этап скетчинга, то есть рисуются, и вот отдельно обращается внимание, что рисуются они карандашами на бумаге. Это эскизы, некие образы, некие вот схемы, что-нибудь вот подобное, как могли бы выглядеть элементы вашей истории. Некоторые скетчи были сделаны прямо на месте протестов, когда были протесты в Гонконге. Потом посмотрим несколько проектов, которые ребята делают, чтобы посмотрели, во что превращается вот этот процесс. Ну вот как раз то, что я вам говорила про проект с комнатами, обувными коробками. То есть вместо того, чтобы делать просто фотографии, переосмыслила команда, сделала скетчи отрисовки того, как живут люди. И опять же, да, скетчи по-разному. Пробуем, с каких ракурсов будем это всё освещать. Вот такой процесс эскиза. Но была история про охрану труда, то есть тех людей, которые на стройке работают. И, собственно, чтобы показать, на какой высоте работают рабочие, естественно, вам нужно этот масштаб продемонстрировать. И это отразилось и, собственно, на дизайне полосы, и на дизайне электронной версии этого проекта. И дальше вот пошла как раз история, как превращается скетч. Вот такой вот про тараканчиков. Вот так выглядел скетч. И вот так вот выглядела, собственно, оригинальная газетная полоса, которая этой проблеме посвящена. То есть активно используется инфографика не только в электронных форматах, но и в печатных. Собственно, эскиз и как это затем было завёрстано. Давайте вот на вине посмотрим, как это выглядит на большом, на широком экране. То есть вот вам, пожалуйста, предмет в разрезе, как формат, один из форматов. У вас есть тут графика по температуре, какое лучше всего для этого конкретного вина. Значит, здесь у нас как внутри устроен виноград, тоже как раз предмет в разрезе. Реконструкция, под каким углом вам нужно смотреть и на какой цвет обращать внимание. Что нужно делать, инструкция, алгоритм. То есть внутри одной полосы, вот вам, пожалуйста, тоже несколько комбинаций, несколько элементов в разных мультимедийных форматах. Так, едем дальше. То есть это у нас история про идеи, работа с материалом, исследовательская часть работы, скетчи, эскизы, дальше продакшн. Давайте вот посмотрим на этом примере. Вот этот скетч у нас уже попадался, то есть каким образом было адресовано. Вот это комната, в которой человек живет. Там буквально 9-11 метров на одного. Значит, вот сделана схема, вот сделан детальный. Это то, как этот фрагмент уже попал в мультимедийную историю. Или вот такой вот скетч был, потом он превращается в архитектурную отрисовку и затем уже добавляется с указаниями, где что. И вот как раз те фотографии, которые были сделаны в поле, они стали частью этих иллюстраций. И вот члены команды всячески подчеркивают, что рисование руками и различные креативные техники, они как раз помогают находить нестандартные способы рассказывания историй, поиск уникального визуального стиля, который они активно используют. Что еще очень интересно в этом лонглиде, о творческом процессе, это то, что каждый элемент коллеги подсветили, показали, какими инструментами они пользуются для создания того или иного элемента своего проекта. Ну вот здесь вот мы видим нарисованное от руки и видим нарисованное от руки. Здесь, когда мы говорим о картах, вот здесь есть три значка. Фигму я знаю, дата рапер я знаю, а вот это, если вдруг кто-то из вас знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я не знакома с этим софтом, не узнаю, не знаю логотип в гриме. Программирование, анимирование, то есть вот тоже является частью продавшн процесса. Вот мы видим здесь, как кодом анимируется запуск космического аппарата. И опять же вот в большом проекте, посвященном домам, тоже там есть большие элементы инфографики. И публикация. Значит, что у нас здесь публикация? В зависимости от срочности проекта. День публикации может быть назначен на несколько недель, месяцев вперед, либо очень-очень короткие сроки. Так, как они проверяют перед публикацией? Тесты на удобство читаемость, все экраны браузеры и вычетка, собственно, самого содержания. После публикации редакционная цифровая группа продвигает инфографику на домашней странице и других местах, делится ею в социальных сетях. Ну вот как раз смотрим на разных девайсах, на разных браузерах, как это выглядит. И большая кнопка запускать. Очень редко бывает так, что команды, которые создают очень хорошие, классные проекты, они делятся кухней того, как они работают. И вот мы очень часто видим только уже финальный проект, финальный, то, как это выглядит материал. Но остаются за кадром, остаются за рамками нашего представления скетчи, различные там варианты, пробы, вообще сам процесс подготовки этого материала. И поэтому я очень-очень рада, что команда «Я нежно их люблю» подписана на это издание, за пейволом. Даже несмотря на то, что истории, которые они освещают, они достаточно далеки от моих интересов как пользователя, но они мне очень близки как специалисту и исследователю мультимедиа. Давайте я покажу некоторые из проектов, которые делает эта команда. Активно используются иллюстрации, различные предметы в разрезе и вот такое использование пространства экрана для того, чтобы показывать масштабы. В данном случае обсуждается тема о том, что дрессированные обезьяны используются на кокосовых, если я правильно понимаю, да, кокосовых плантациях. И вот почему нужны обезьяны. Это не описывается текстом, а показывается через, вот собственно, рост человека и куда нужно забраться для того, чтобы эти кокосы сбросить. И вот инфографика карты, где это находится, как это работает, да, какие разные методы используются, используются помимо обезьян. Но смысл в том, что условия, в которых эти обезьяны живут, вот эти работающие обезьяны, они, конечно, далеки от современного представления о нормальном отношении к животным. Вот, пожалуйста, даже есть график работы, который у них есть, статистика, какие страны производят больше всего кокосов и продуктов на кокосов, из кокосов. И вот у нас за 18 лет графика по Таиланду, и мы видим здесь снижение. Ну, я не читала, не читала текст, это вот я прям по дороге комментирую, то, что успеваю поверхностно увидеть. Значит, что ещё, какой вам хочу показать проект. По проекту с жильё в обувных коробках я просто отдельное видео сделаю. Там это достойно детального разбора, оно очень качественное, собственно, не зря получило много международных призов и премий. Так, протесты. Значит, опять же, мы говорим часто, что иллюстрации работают иногда даже сильнее, чем документальные фотографии, если мы говорим об общающих каких-то материалах. То есть здесь вот как раз это витрина темы, и здесь вот есть инфографика. Значит, протесты в 2014 году, в 2019 году. А, то есть насколько протестанты стали более экипированными. Слезоточивый газ, эффект, который он даёт на человека. То есть вот объясняющие, да, эксплейнеры, объясняющие инфографики и тексты, и схемы. Это как раз то, чем эта команда знаменита, которая делает очень-очень хорошо. Новая тактика протестантов. Перечный газ. Это лазеры. Лазерные указки. Отменённые из-за протестов. Перелёты. Как биржа отреагировала. То есть смотрите, очень разные, очень разные аспекты, показанные, на что повлияли протесты, как они выглядят, как они внутри измерялись, и как изменялись, и как они повлияли на жизнь страны и окружающих стран тоже. Но в данном случае смотрите, вплоть до того, что есть историческая отсылка к тому, как, по-моему, римские легионы таким образом ходили, защищали. И, собственно, на протестах использовались зонтики по этой же самой схеме. Ну вот, собственно, такая насыщенная, визуально насыщенная подборка, такая витрина темы, в которую вы можете погрузиться и посмотреть, изучить её более детально. Давайте посмотрим, ну вот это вот бамбуковое, да, бамбуковое, большой спецпроект. Тоже, посмотрите, да, то есть используется вначале, используется визуальная обложка, начинается не из текста, а, собственно, с подачи темы. То есть заголовок у нас появляется только фактически на втором экране. С помощью иллюстрации задаётся и тональность, и сама тематика. Вот исторические перспективы, почему бамбук до сих пор используется в строительстве, какой он бывает. И вот, смотрите, да, то есть это скроллителлинг, когда я пролистываю полосу, и разные элементы истории появляются в тот момент, когда я перехожу вниманием на тот или иной элемент истории. И вот здесь мы видим формат «Был остался слайдер», немножко по-другому сделан, без привычной шторки, но смысл от этого не меняется. И вот мы смотрим, как выглядел строитель в исторические времена, да, и строительные леса, сделанные из бамбука, и, собственно, как выглядит строитель сейчас. Называется «Найдите пять отличий». То есть вот таким вот образом, вот вы видите, да, подсвечивается красным, про что идёт речь. Это то, как раз, как экипированные рабочие, которые на этих строительных лесах. И вот смотрите, да, какое сочетание есть, на какой высоте они работают. Видео документальное вам показывает и придаёт достоверности. Здесь у вас есть фотография, которая показывает масштаб, насколько высоко эти рабочие там находятся. Ну вот, собственно, вот такие материалы создаёт команда. Просто я в полнейшем восторге, очень сильно надеюсь, когда-нибудь взять у них интервью или побывать у них в редакции, посмотреть, как изнутри устроен этот творческий процесс. Вот чем я хотела сегодня с вами поделиться. Напишите в комментариях, что именно у вас в работе этой редакции. Причём это не целая редакция, а отдел инфографический, графический, внутри большого издания. Что вас впечатлило, что вас удивило, какие из аспектов их работы вам особенно понравилось. Возможно, вы почувствовали, что хотите освоить тот или иной навык, либо ту или иную специальность, которую вы увидели в этом видео. Всего вам до встречи!